Рассмотрение бюджета на следующий год и плановый период 24-25 годов стало одним из основных вопросов заседания Тверской городской думы, прошедшего во вторник. По отробности у Натальи Чекет. В следующем году бюджет города планируется без дефицита с сохранением всех социальных обязательств. Общий объем дохода в 2023 году составит 9,8 миллиарда рублей. Столько же составит и расходы городской казны. Проект бюджета предполагает стабильную структуру расходов. Их основная часть сформирована, основываясь на 14 муниципальных программах. Это образование, это около 60% бюджета. Мы тратим это на дошкольное образование, на школу, на содержание школы. Также часть бюджета идет на содержание дорог города Твери, на инфраструктуру. Основная часть, как я уже сказал, это социально направленное, это образование. Кроме того, финансирование заложено на реализацию программ дорожное хозяйство и общественный транспорт, развитие культуры города Твери, формирование современной городской среды. В следующем году планируется увеличение доходной части бюджета за счет налоговых поступлений, а также федеральных и областных средств. Бюджет у нас сейчас, я говорю, бездефицитный. С последующим рассмотрением, с выходом и с уменьшением нашего муниципального долга. Потому что мы планируем, что доходы у нас должны возрасти больше, чем расходы. В последующие 20-24 годы. На заседании депутаты утвердили порядок проведения конкурсных процедур для выбора будущего главы города. В первую очередь изменения связаны с тем, что последние выборы городоначальника проходили 5 лет назад. Согласно поправкам, состав конкурсной комиссии составит 6 человек, а не 12, как это было ранее. Упрощается порядок подачи документов для претендентов. Наша задача сделать так, чтобы большее количество приняло участие, чтобы люди могли представить свою программу, пройти необходимое тестирование, в очной форме пообщаться с членами комиссии. Те изменения, которые сегодня приняты, позволяют сделать это большему количеству жителей города Твери. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут граждане РФ, достигшие 21 года. Необходимый пакет документов будет опубликован на сайтах муниципальных органов власти. Главу города народным избранникам предстоит выбрать в следующем году. Напомним, что сейчас эту должность занимает Алексей Огоньков.